Приветствую вас, прочитал ваш вопрос, прочитал ответы коллег. Мне больше всего понравился ответ коллеги Игоря Леонидовича. Он, в общем-то, по сути, ответил вам на ваш вопрос. Другое дело, что, может быть, вам совсем другой ответ нужен. Я все-таки попробую ответить вам, исходя из вашего вопроса. И попробую ответить, когда было исключение, да, и любовница переходит в отношения серьезные. Значит... Надо понимать, что на момент, на момент вступления любовницы в отношения любые с мужчиной, с любовником, у него уже была другая женщина. Жена, ага, либо, там, я не знаю, постоянная девушка. И тонкость вся в том, что эта девушка, она, ну, я бы сказал так, имеет для него... Очень важное значение. Ну, как минимум. Да? Вот. И предстоит не только... Ну, может быть, в некоторых моментах стать лучше, чем она. Да? Да? Не только стать лучше, чем она, но и освободить мужчину от, скажем так, образа этой женщины. Это значит, что в начале мужчина в отношениях с любовницей потому, что ему чего-то не хватает от своей, ну... Постоянная женщина. Постоянная женщина. Он это пытается получить. Возможно, где-то как-то он это получает, но любовница для него это именно источник получить то, что ему не хватает, то, чего ему не хватает. Вот. И не более того. И не более. Для того, чтобы стать более ценной ценной. Любовнице, во-первых, нужно показать, что она может быть лучше не только в том, чем она изначально превосходит постоянную девочку, мужчину. Но и при этом, значит, собственно говоря, быть лучше вообще во всем. И вот это нужно обязательно учесть. Понимаете? Во-вторых, мужчина сам по себе должен пережить период некоего отсуждения, может быть. От своей женщины, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы побыть одному, чтобы немножечко прийти в себя. Чтобы размыслить над тем, кто он, куда идет, чего хочет. Да? Вот. И тогда он вновь обратит внимание на свою любовницу уже как на полноценную, так сказать, женщину, как на полноценного партнера своего. Во всех других случаях, к сожалению. Я повторю. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Во всех остальных случаях. Когда мужчина уходил от жены к любовнице, он своего рода, своего рода замещал любовницей. И это, безусловно, вот безусловно, не является чем-то хорошим и правильным. Потому что жена в этом случае, она всегда воспринимается как некий прообраз, а любовница как, значит, ну, любовница как некий такой заменитель. То есть не самостоятельна. На самом деле, на самом деле, случаев, когда любовница становилась женой, достаточно, их много, случаев. Они реально, эти случаи есть, вот, но надо понимать, что эти случаи, они не добавляют в отношения позитива или чего-то хорошего. Понимаете? Понимаете? Какая вещь. Вот поэтому, поэтому. И так редко бывают исключения из правил, к сожалению. Не проходит либо у мужчины отчуждение от своей жены или постоянной девушки. Не пребывает мужчина один, не освобождается от отношений с ней и не может взглянуть на любовницу по-новому. Вместе с этим любовница всегда, ну или часто, остается носителем только одного или нескольких качеств, которые нужны мужчине и помимо которых все остальное его вообще не волнует до поры, до времени. А потом, когда это начинает выступать на, скажем так, передний план, тут вот начинаются сразу трудности, тут начинаются сразу проблемы какие-то, да, и так далее. И это, по сути дела, обесценивает все отношения с любовницей, какими бы они ни были. Исключение, исключение из правил, потому и является такими. Да, конечно, работа над собой очень важна. Конечно, изменение отношения к себе, там, значит, более ценностное отношение к себе, это все важно. Ну и на понимание, что с этим мужчиной вы встретились, стали вместе именно на таких вот началах. На началах любовник-любовница, да? Вот. И, соответственно, соответственно, если бы этого не было, то, может быть, мы вместе бы и не были. А значит, иногда не так плохо быть любовником, или любовницей, потому что мужчина мог быть с этой женщиной, он мог быть с ней в отношениях, вот. Но она его, вообще-то говоря, могла и не устраивать никогда, но он с ней был, потому что не хотел быть один. Или просто потому что, ну, такая ситуация возникла, он подумал, ну а что? Она неплохая, хорошая, например, ну вот эта вот его постоянная женщина, да? Почему бы я с ней, почему бы я с ней не быть в отношениях, да? Допустим. Вот. Ну, правильно. Правильно. Поэтому здесь нужно вот этот вот момент что-то учитывать. Разные бывают ситуации. Далее. Ага. Возможно, и такая комбинация, когда мужчина со своей женой уже давно не в мире. Бывает такая ситуация. И в этом случае любовница просто скрывает, можно сказать, значит, потребность мужчины. Просто скрывает, скрывает потребность мужчины в том, чтобы, например, быть любимым и любителем. И он сразу уходит к ней. мужчины. Но в этом случае отчужденность между мужчиной и его постоянной женщиной должна быть доказана, общепризнана и неоспорима. и по возможности по возможности желательно как можно более четко, как можно более понятная аргументация того, того, почему мужчина не ушел от своей женщины. и почему он не ушел от нее. Вот это, на мой взгляд, очень такой важный момент. Ибо если он от нее не ушел, значит на это были основания. Да? Вот. Если на это были основания, значит соответственно основания какие-то будут быть. Ну, скорее всего. Вот это вот и является очень важным моментом. И прежде чем вступать в отношения, да, нужно понять, что это за основания были. Так что вступить в отношения с мужчиной, который занят и сделать его своим не так сложно, точнее другое. сделать так, чтобы эти отношения не стали камнем преткновения, да, чтобы они не ну, чтобы они не превратились в ад для собственно обоих. обходят. Вот так, вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам, хотя и чувствуется некий такой жест отчаяния в вашем вопросе. То есть, как я понял, надежды, надежды мало на самом деле. на то, чтобы, ну, на то, чтобы мужчина ушел от своей, значит, постоянной женщины. Ну, тем не менее, тем не менее. Вы вопрос задали, я не вижу смысла углубляться в то, что у вас могут быть какие-то свои личные проблемы. На этом все. Значит, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравилась моя ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!